Всем привет, привет, ребята! Сегодня прекрасный день, солнечный день в Алматы. Я поняла, что когда солнечная погода, тогда у меня появляется желание что-либо вообще делать. А когда дождь, слякоть, холод, мороз, тогда ничего вообще не хочу делать, у меня появляется депрессия. Наверное, как и у всех. Но так как сегодня солнечная погодка, я решила воспользоваться своим состоянием и отправить свою ленивую попу на процедуру одну очень замечательную. Увидела у подруги в инстаграме, что она ходит на миостимуляцию, она в полном восторге, я решила тоже пойти. Первый раз в жизни сегодня. Сейчас я туда поеду. Кто не знает, что такое миостимуляция, это фитнес для ленивых. Вы лежите, вас только подключают к аппарату, там обматывают и разрядами тока, там микро какими-то и микроразрядами ваши мышцы, в общем, качаются. И поэтому эту процедуру, я думаю, придумали специально для меня, если она действительно эффективна. Но отзывы практически все положительные. Обычно я себя очень жалею и люблю, и когда со мной происходят неприятные вещи какие-нибудь, я не могу это долго терпеть. Поэтому надеюсь, что сейчас у меня этого не произойдет. Мои мышцы, они настолько сокращались во время процедуры, что у меня ноги подскакивали, попа подскакивала, руки подскакивали. Я так ржала, когда мне все это устанавливали и настраивали. Получается, она постепенно, она начинала включать с ног. Я чувствовала, как мои мышцы все, они сокращаются реально. За 6 процедур я отдала сейчас 15 тысяч тенге. Это 40 долларов. Это обычное место, не крутой салон. Женщина арендует кабинетик. Все, конечно, чисто, хорошо, активильно, но это не супер. В общем, можно сказать, салон без названия. Если будет эффект, если будет действительно результат, я сделала фото до. Ужасное фото. Я не знаю, буду ли я его показывать. Я сама для себя его сделала. Но если результат будет, результат, если будет, я обязательно дам вам ее координаты. Мне поставили и на руки, и на грудь, чтобы грудь немного тоже потянуть. И на попку, и на внутреннюю часть бедра, и даже на коленки. Я не стремлюсь к худобеду. Но мне всегда нравились худые девчонки. Ну вот, вот так, вот так вот. Я хочу весить 55. При моем росте 1,80 метра, кто-то подумает, что 55 это очень худая. На самом деле, это не очень худая. Это абсолютно нормальный вес для такого роста. Вы выглядите просто стройной и высокой. Вот. И, конечно, проблемные зоны нужно подкачать. Что я сейчас и делаю? Дома практически не нахожусь, поэтому поставила себе в прихожке. Здесь полтора литра воды. А также в машине положила бутылочку полтора литровой, чтобы пить сейчас воду. Потому что нужно пить воду. В общем, меня пригласили на пресс-показ «Черная месса» в главной роли Джонни Депп. Он там, как обычно, необычный. Я с удовольствием пойду. Беру с собой подружку, Нару. Мы там с ней встретимся. В Меге, в общем, в Чаплине, в кинотеатре. Все это будет дело. Надеюсь, фильм мне понравится. Я, может быть, что-то для вас сниму. И, я не знаю, ответьте мне на такие вопросы. Вы сидите вообще в перископе? Если да, то напишите в комментариях, что вы сидите в перископе. Потому что для меня это что-то новое, необычное, новая социальная сеть. И у нас она в Казахстане очень развита. Но я не вижу смысла в ней, потому что у меня есть свой канал. Но, может быть, вы хотите, чтобы я была в перископе еще? Напишите. Мы с Нарой вышли. Я уже сказала, что я с тобой, да, вообще-то... То есть меня уже снимают? Да, тебя уже, короче, о тебе знают. В общем, мы вышли под впечатлением, конечно, после фильма. Он немножко такой депрессивный, тяжелый. Не, но посмотреть равно нужно. Да, особенно мужикам. Мужики восторгуты будут. Джонни Депп, как всегда, превосходно сыграл свою роль. Справедливость восторжествовала. И он такой мерзкий был вообще. Всех плохих посадили, да? Грим у него был вообще отвратительный. Он такой... Ужас, не глазами, линзы, кошмар. Ага, как будто он мертвец какой-то. Я его, кстати, не сразу узнала. Да, Нара потом, наверное, через минут 20 прошло. Она потом посмотрела в интернете. Где же Джонни Депп? Она же на Джонни Деппа пришла. А оказывается, это он. Весь фильм. Главный герой. Раз прилетаем сейчас, может, кто-то тоже не в курсе. Если вы хотите постоянно получать халявную косметику, тестировать ее на себе, пробовать, нюхать, мазать на себя, становитесь бьюти-блогером. Как это сделала я, например. И постоянно вам будут присылать целые пакеты всякого-всякого добра. Вот мне доставили целый пакетища разных всяких штук. Давайте просто вкратце посмотрим. Это фирма H2O. Никогда о ней не слышала. Никогда. И здесь много разных баночек для тела. Вот есть какая-то штука. Блин, еще бы разобраться, что к чему. Вот такая штука скраб для тела. Соль с маслом, по-моему. А это что? Для рук и для ногтей. Еще косметички здесь. Кстати, у меня какой-то фетиш с косметичками. Я люблю блокнотики и косметички. Мне кажется, мне их сколько в ней дари, сколько бы я их себе не покупала, мне их всегда будет мало. Ой, еще одна косметичка. Там, кстати, внутри что-то есть. По-моему, маленькие пробнички. Вот такая. Ну, косметички красивые, мне понравились. И еще вот такая есть штука. Три в одном для умывания. О, боже. Это гель для душа. Большой такой. Это что? Это что? Сиси-крем. Представляете? Если вы хотите, чтобы вам дарили вещи, становитесь фэшн-блогером. Если вы хотите, чтобы вам дарили косметику и кремы, становитесь бьюти-блогером. А если вы хотите, чтобы вам дарили путешествия, становитесь лайфстайл-блогером. А я-то-то кто? А я три в одном. Ой, девчонки. И смех, и грех. На самом деле я прикалываюсь, а может и нет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok